Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» приглашает вас принять участие в строительстве второй очереди жилого комплекса «Солнечный». Возводятся две 14- и 15-этажные секции на 226 квартир, площадью от 39 квадратных метров. Телефоны 48333 и 48300. Эфир канала РЕН продолжает новости Анапа-регион в студии Илона Озерова. Здравствуйте! Итак, смотрите в сегодняшнем выпуске. Удобство и комфорт на цене не отразились. Анапская ярмарка «Привоз» после реконструкции продолжает радовать анапчан качественной продукцией по низким ценам. 20 лет они обеспечивают наполняемость бюджета. Сегодня свой юбилей отметила налоговая служба России. Правила дорожного движения пишутся кровью. В Анапе состоялась траурная служба во Всемирный день памяти жертв ДТП. Традиционные ярмарки «Привозы», которые работают и в городе, и на селе, были созданы, чтобы каждый анапчанин мог приобрести качественную местную продукцию по доступной цене. На сегодняшний день в Анапе действует 21 ярмарка «Привоз». Такие рынки пользуются популярностью как у населения, так и у фермеров, которые реализуют на них свою собственную продукцию. Именно исключение звена перекупщика и позволяет представить анапчанам товары по самым демократичным ценам. На главной ярмарке «Привозе» рядом с Восточным рынком совсем недавно завершились работы по благоустройству торговых рядов. Глава города Татьяна Евсикова проверила качество работы за одной и уровень цен. Субботняя ярмарка встречала своих гостей шумно и весело, как издавна было принято на Руси. Торговля здесь всегда идет очень бойко. Это и неудивительно. Ассортимент представленной продукции широк, а цены весьма демократичны. Мэр Анапы Татьяна Евсикова, пройдя по торговым рядам, убедилась, что договор между администрацией и фермерами выполняется. Власти Анапы дают бесплатные места для торговли, а сельхозпроизводители – качественную продукцию по самым низким ценам. Здесь торгуют не только анапские производители, но и много фермеров из других районов Кубани. Например, из станицы Каневской. Глава города подтвердила, что на ярмарках рады всем. Главное – соблюдать одно очень важное правило. Катушка 12 рублей, лук 9 рублей – это хорошая цена. Вот не поднимайте цены, тогда мы вам на всех наших 21 рынках привоз дадим торговать. Хорошо? И всех каневчан приглашайте тоже сюда. Мы дадим места бесплатно всем каневчанам, кто захочет торговать с вами продукцией. Бесплатные торговые места, бесплатные анализы продукции – вот те необходимые, но зачастую редко встречающиеся условия для успешной деятельности любого товаропроизводителя. На ярмарках, привозах Анапы такие условия предоставляются всем продавцам. Главу города интересовало и мнение фермеров – все ли их устраивает. Нам создали условия, мы стояли под снегом, под дождем, да, сейчас мы вот с машинами заезжаем, очень хорошо, да, нам разружаться удобно. В общем, большое вам спасибо. Асфальтированная площадка – оборудованные торговые места с навесами. Здесь удобно и комфортно не только продавцам, но и тем, для кого все это делается – покупателям. Многие из них признаются, что давно перестали ходить в магазины и на другие рынки, так как здесь продукция всегда свежая, а цены низкие. Каждый выходной после работы, в конце рабочей недели, приходим сюда на неделю, закупаем продукты. Цены хорошие, я считаю. Мы вот с Витязева приезжаем именно сюда, на этот рынок. И люди добрые. Да, кстати. Не ругаются. Готовы уступить. Вежливые. И даже посоветуют что-нибудь. Все покупаю, все вкусные, все свежие, все хорошее. Весь город питается здесь, на Восточном. На Центральном все очень дорого стоит, а это прекрасно. Сегодня Центральная ярмарка «Привоз» уже не вмещает всех желающих реализовывать свою продукцию. Поэтому администрация города готовит проект по строительству новой большой ярмарки «Привоз», которая будет располагаться на территории в 5 гектаров, неподалеку от строящегося торгового комплекса «Красная площадь». Будет хорошее условие созданы и туалетные комнаты, и комнаты отдыха. И, конечно, для людей будут крытые павильоны, чтобы зимой не мерзнуть, и можно было по хорошей цене приобрести у самих сельхозпроизводителей продукцию. И, конечно, обеспечим туда бесперебойно, по графику, четко, чтобы ходил общественный транспорт. Естественно, чтобы были парковки для автомобилей. Я, используя возможность, хочу сказать о том, что сейчас на всех центральных площадях, улицах, будет проводиться ярмарочная торговля, вплоть до Нового года. Не нужно запасаться в ром. Мы завезем столько продукции, сколько нужно будет. Никита Бойко, Ксения Платонова, Роман Карпов, Анапа-Регион. Сегодня свой профессиональный праздник отмечают сотрудники налоговых органов и те, кто являются посредниками между предприятием и налоговиками в предоставлении отчетности. Бухгалтеры. С какими достижениями анапские работники налоговой службы подошли к профессиональному празднику? Об этом в сюжете Вадима Родина. Именно слаженная работа всех сотрудников налоговых органов позволяет контролировать наполняемость бюджета, который обеспечивает выполнение всех разработанных социальных программ. По состоянию на середину ноября мы можем сказать, что в консолидированный бюджет края у нас поступило почти 120% по отношению к уровню прошлого года. Это неплохая динамика, она выше, чем динамика 2010 года по сравнению с 2009 годом. То есть идет тенденция наращивания экономического потенциала города, что безусловно приятно и нам, и я думаю нашему городу. Это не помешает лишнее средство для его благоустройства. Этим без сомнения положительным результатом способствует во многом и налоговая политика. Известные в прошлом серые и черные схемы ведения бухгалтерии практически исчезли, поскольку современное налоговое обременение таковым назвать трудно. Многие предприниматели нашей страны и даже зарубежных стран, они просто поражены и не верят, что у нас есть такой налог по упрощенной системе налогообложения, 6% с оборота такой минимальной ставки. Просто даже никто не верит, что она существует, и кажется это сказка какая-то. Поэтому, кроме того, у нас идет активная политика максимально переводить бизнес на эту упрощенную систему налогообложения. Тем более в Анапе у нас бизнес некрупный, как раз это среда для применения этой упрощенной системы налогообложения. Это очень просто, это совершенно не затратно. Ведение бухгалтерского учета практически сводится к нулю. Желаю сотрудникам нашим крепкого здоровья, чтобы они могли работать в этом нелегком и напряженном ритме, чтобы у них было здоровье. Чтобы они были счастливы в своих семьях, в своей жизни. А это залог результатов нашей работы. Сегодня мэр курорта Татьяна Евсикова поздравила анапских налоговиков и выразила слова благодарности за их нелегкий и такой важный для жителей Анапы труд. Ваша работа, несомненно, очень и очень важная. Несмотря на то, что она кажется, на первый взгляд, незаметной, она приносит, поверьте, очень большую пользу государству. Каждый год мы делаем намного больше, чем вчера, и что бюджет наш каждый год минимум там на, хотя бы на 1, 2, 3, 4, 5 процентов прирастает, а следовательно мы и дорог делаем больше, и строим садиков больше. Поверьте, все это зависит только от одного, от наличия средств. Я хочу пожелать вашей нелегкой работе, вашей, я бы сказала, каждодневной труде, самое главное, терпение, потому что вам приходится сталкиваться иногда с непониманием людей, чтобы наши предприниматели, все предприятия курортной сферы имели стабильные доходы. Будут доходы у нас, будет денежка и в бюджете. Еще раз праздником! Мэр Анапы Татьяны Евсикова поручила почетную грамоту начальнику Анапской налоговой инспекции Татьяне Балаба за вклад в укрепление экономики курорта и в связи с 20-летием образования налоговых органов. Также грамотами и благодарностями сегодня были отмечены самые заслуженные сотрудники Анапской налоговой службы. Вадим Родин, Анапа-регион. Также сегодня, 21 ноября, отмечается Всемирный день телевидения. Наиболее распространенная традиция празднования этого дня во всем мире заключается в обмене телевизионными программами, темой которых является мир, безопасность, экономическое и социальное развитие и расширение культурного обмена. Этот праздник совсем молод, но история телевидения на данный момент составляет около 80 лет. Впервые опыт использования электронных лучей для передачи и приема изображения был поставлен в США, Японии и СССР в 20-х годах 20-го века. Мы поздравляем всех наших коллег с этим праздником и желаем творческих успехов, добрых тем и ярких сюжетов. Ежегодно в 3-е воскресенье ноября отмечается Всемирный день памяти жертв ДТП. Проблема роста аварийности на дорогах остро стоит во всем мире. По статистике, в большинстве аварий виноваты водители, которые не соблюдают установленные правила дорожного движения, бездумно подвергая опасности свою жизнь и жизни других людей. В результате дорожно-транспортных происшествий погибают сотни людей. Тысячи на всю жизнь остаются инвалидами. В день памяти жертв ДТП в храме святого преподобного Серафима Саровского прошла траурная служба по погибшим. 4 из 5 аварий происходят по вине водителя. Каждое шестое происшествие совершено из-за превышения скорости. Каждое восьмое из-за несоблюдения очередности проезда. Каждое десятое при выезде на встречную полосу движения. Краснодарский край по уровню автомобилизации занимает ведущее место среди регионов Южного федерального округа. В городе-курорте Анапа в этом году в дорожно-транспортных происшествиях погибли 34 человека. Трое из них – дети. В храме святого преподобного Серафима Саровского на траурную службу по погибшим ДТП собрались работники дорожно-патрульной службы Анапы – прихожане. Чтобы дети наши росли здоровыми, чтобы не было напрасных слез материнских, чтобы горе отступало от нашей жизни. Ну и будем всегда помнить народную мудрость, которую частенько забывают, и поэтому бывают такие беды, что Бог бережет, бережет. По завершению службы с воспитанниками православной школы преображения встретился начальник роты дорожно-патрульной службы ГИБДД по городу-курорту Анапа Александр Смирнов. Он еще раз напомнил ребятам о том, что пренебрегать правилами дорожного движения нельзя и вручил им символичные подарки мальчикам – игрушечной машиной, а девочкам – куклы. Можно построить новые дороги, сделать развязки, увеличить штрафы. Но если мы не научимся соблюдать правила, то беда будет приходить снова и снова. Чтобы не попасть в дорожно-транспортное происшествие, водителям и пешеходам нужно понимать самое элементарное – не пренебрегать правилами дорожного движения, а строго их соблюдать. Сатулла Авилова, Андрей Стародубцев, Анапа-регион. Какая погода ожидается на курорте завтра, расскажет моя коллега Елена Мухортова ровно через минуту рекламы. Дождитесь. Женское белье и домашняя одежда для настоящих леди. Анапа. Ленина, 15. Магазин «Голден Леди». В эфире телевидение «Анапа-регион» прогноз погоды на 22 ноября. Здравствуйте. Партнер выпуска – магазин «Голден Леди». По прогнозам синоптиков, завтра в Анапе облачно. Температура воздуха в течение дня – 24 градуса тепла. Ветер северный – 24 метра в секунду. Атмосферное давление – 770 миллиметров ртутного столба. И несколько слов о нашем спонсоре. Быть элегантной даже дома. Очень просто. Магазин «Голден Леди» – это домашняя одежда и нижнее белье отличного качества. Только для истинных леди. На этом я с вами прощаюсь. Желаю всем плодотворной рабочей недели и только солнечного настроения. Увидимся завтра. Это все новости понедельника. Далее реклама от наших партнеров – производственного предприятия «Меркурий-2» и салона подарков «Важная персона». Как будут развиваться события дальше, узнаете завтра в 19.30 на канале РЕН. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. До свидания. Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» приглашает вас принять участие в строительстве второй очереди жилого комплекса «Солнечный». Возводятся две 14-ти и 15-ти этажные секции на 226 квартир площадью от 39 квадратных метров. Телефоны 48333 и 48300. Когда простых слов уже недостаточно, они скажут все за вас. Эксклюзивные подарки для дорогих людей. Салон «Важная персона». Важно, что ты есть. Анапа, улица Ленина, 15. Важная персона. Важно, что ты есть.